Привет-привет, мои маленькие лисята! С вами Тенигами, и сегодня у нас разбор 12 этажа бездны обновления 3.7. У меня к вам такой вопрос, когда у вас в последний раз дико горела ваша эс? У меня вот вчера, когда я проходила эту бездну, и когда я начала снимать гайд, потому что обычно я сначала прохожу, а потом уже снимаю еще раз гайд, проходя бездну заново, и господи боже мой. В общем, разработчики, как обычно, решили потрепать нам нервишки и очень сильно постарались, спасибо им огромное. Я вам сейчас покажу парочку таких прекрасных моментов, что вы поймете, как себя чувствуют люди, заходя на 12 этаж этой бездны. И то, что предстоит вам. Вот ты вроде попадаешь в тайминги, все делаешь хорошо, а Куки ловит сердечный приступ. И ты пробуешь еще раз. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боли и унижение, которое я испытал сегодня. Те, кто выдержал это испытание морального истощения, погнали разбираться, как проходить эту красоту. Хотя тут даже у Б не пригорает. Итак, ввожу вас в курс дела, что нас ждет на 12 зале на первом этаже. Нас встречают две волны с тремя попрыгуньями и две волны с тремя конструкциями. Все это проходится даже без стяжки, я покажу как. Вторая часть, она будет посложнее. Сначала встречают два мага, убиваются они легко и просто, дальше вас ждет три вестника. Двое из них Крио, один из них Гидра. Во втором зале все очень просто. Это самый простой зал в этой бездне и в первой половине нас встречает плесенник, который очень простой. Во второй половине у нас манифестация грома, которая тоже легкая и гайд, если что, на нее у меня был. Ну и третий зал у нас самый веселый. В первой половине нас встречают две волны по два зверя, что самое противное. А во второй половине нас ждет Креститель. Это новый босс и он на самом деле весьма легкий. Плюс здесь написано, какие у него будут щиты. Это Пира, это Гидра и это Крио. Ну и единственный его самый большой минус, это то, что вам надо взять все эти элементы, которые будут снимать данные щиты. Итак, 12.1.1. У меня здесь пачка клевая, очень сильная, просто тупо стимуляция с Хайтамом. Что мы делаем? Мы подходим к ключу, разворачиваемся, бежим в угол, используем некоторые способности и по прыгуни сами к нам приходят. Главное, посмотрите в стенку, так будет проще. Главное, не вставать в упор, чтобы они появились перед вами. Во время второй волны подходим уже в упор к стенке, поворачиваемся и ждем, когда они просто опять же появятся перед вами и убиваем их. В целом, вторая волна чуть-чуть попроблемнее, но они все равно будут появляться рядом с вами, поэтому добить их всех не будет проблемой, мне кажется. Как видите, они легко биваются и без стяжки, но если у вас есть стяжка, то будет еще все в разы проще. Когда мы добиваем всех по прыгуни, у нас появляются три механизма. Обязательно надо бежать к левому. Но это если у вас нет стяжки. Если она есть, вы просто бежите к центральному и стягиваете, они стягиваются очень хорошо. Очень важная задача убить их до того, как они войдут в инвиз, потому что это очень неудобно из-за большого количества происходящей дичи на экране. Если они пропадают, их надо искать, отвлекаться и терять время. Со второй волной механизмов история такая же. Бежим уже к тому, который ближе к нам получается, он тоже левый по сути. И они стягиваются снова и просто их убиваете. Все очень просто, все очень быстро, вполне себе можно пройти за минуту. Теперь 12-1-2. Здесь у меня пачка по сути классическая для Тартали, но вместо него я взяла Елань. Здесь делаем то же самое, что делали и в прошлом зале. Только маги, они приходят либо перед вами, либо за вами. Конечно, к магам можно было подойти и самим. Но, во-первых, маги телепортируются быстрее, чем вы ходите. А во-вторых, с этой позиции будет сильно удобнее начинать сражаться с вестниками Бездны, которые идут после магов. Что касается вестников, вам надо снести им одновременно хп, чтобы они быстренько напялили свои щиты и как можно быстрее пытаться сносить эти щиты. Здесь вам помогает, естественно, массовый урон и немножко стяжечка. Вестники наносят весьма такой ощутимый урон, когда у них переходка. Когда они переходят из своего вот этого состояния, состояние с щитами. Поэтому будьте аккуратны и либо используйте ульты, либо уклоняйтесь, либо отбегайте куда-нибудь подальше. Как только у них всех появились их щиты, первым делом мы стараемся снять щит у гидровестника. Потому что эта ползучая тварь, во-первых, выполняет очень неприятные атаки, вот эти кружащиеся. Во-вторых, он делает наши откаты способностей куда более длинными. И, соответственно, вы не можете их использовать, не можете накладывать статус, и снимать щиты будет большей проблемой. Ну и если у вас будет пачка с двумя пиро, то сносить щиты уже криовестником будет сильно проще. Кстати, щиты криовестников еще очень хорошо сносятся электро и двуруками, на удивление. Так что, если у вас нет достаточного количества пиро-персонажей, берите электро. А гидрощиты лучше всего сносятся с помощью дендера. На 12.2.1 нас встречает петух, прекрасная птица, которая на самом деле жижненькая, но при этом очень легко убивается. Один его значительный минус – это то, что он имеет повышенные дендросопротивления. Но, как видите, особых проблем это не доставляет. В любом случае, против него есть несколько методов, как его проходить. Это как раз с персонажами электро. Там, опять же, вегетация, стимуляция, все что угодно. Просто электро-персонаж с бафами от Анамо и так далее. Также можно проходить с помощью персонажей, которые почти не влияют на него. То есть, это гидро, это крио, это гео и так далее. И еще один элемент, который на него влияет – это пиро. Но с пиро он очень противно себя ведет, и проще всего проходить с помощью электро и дендра. Это самый простой и реально легкий вариант. Как видите, в этот раз он даже никуда убегать не стал, а решил полежать, ошеломленный от красоты Аль Хайтама. Еще один такой небольшой совет – это постарайтесь на нем успеть подкопить ульты для следующего зала. Это может быть очень важно. А на 12.2.2 нас встречает манифестация грома. Как я уже говорила, гайд на этого босса у меня был в видосах, так что ссылочка будет в комментах. Плюс она где-то там справа вылезала. Но не суть, что мы здесь делаем. Как по мне, манифестация чуть-чуть посложнее, чем петух, но тем не менее, тоже на самом деле вообще несложный босс. Главное не помереть от ее атак, по типу клетки или вот этих сдвигающихся стен, потому что они противные и наносят много урона. Но это все можно доджить или с помощью ультимейтов, или шифтом. Что касаемо персонажей, как видите, проблем никаких не вызывает. Учитывая, что у меня три из четырех персонажей ближники, все хорошо, если она более-менее находится на месте, или вы можете быстро до нее добежать. По типу та же Аяка, хоть она и ближник, учитывая ее ульту, и то, что она быстро может сократить дистанцию, она вполне себе против манифестации подходит. Так что вообще, весьма легкий босс. Надеюсь, у вас все получится. 12-3-1. Начинается самое веселое и, наверное, самый сложный зал и половина зала в этой бездне. Проблема этих ребят в том, что против них особой тактики нет. Вам нужен либо хороший щит, либо хороший хил, либо хорошая способность уворачиваться и ловить тайминги их атак. Соответственно, вам надо следить за их атаками и так далее, что весьма сложно, потому что они очень быстрые, очень резвые, наносят просто колоссальнейшее количество урона. И если с прошлых залов у вас появилась привычка зажимать врагов у стенки, то с этими ребятами так делать я крайне не советую. Потому что если вы зажмете их, они в итоге зажмут вас. Вы даже не сможете контролировать свою камеру, свои движения, и все будет очень плохо. Поэтому сражайтесь. По сути, на их местах может чуть ближе к стенкам, чтобы они были чуть-чуть скучнее, но это не сильно повлияет, учитывая, что они постоянно разбегаются и как бы проблематичные ребята в общем. Еще постарайтесь держать основной акцент на гидрокрокодиле, потому что дендрособака очень прыгучая и быстро вас догонит, а вот дендрокрокодил очень любит убегать, и как бы лучше убить первым его, это будет проще. Альхайтам ушел по делам, а мы продолжаем. Также, когда у этих зверей остается не очень много хп, они призывают тотемы, которые рушатся с помощью их же стихии быстрее всего. Тогда они падают на землю, не двигаются и получают больше урона. Поэтому в идеале иметь еще какого-нибудь гидро персонажа, но в принципе проходится и без них, потому что тотемы сносятся и остальными элементами тоже. Если вам все-таки удалось пройти эту половину зала, и вы не сделали то же самое, что и сейчас мой Альхайтам, то я вас поздравляю, осталось совсем чуть-чуть. Итак, 12-3-2. Наш дорогой мистер Креститель, что мы здесь делаем? Если у вас не осталось ультов, мы их, естественно, подкапливаем. Первым щитом у нас появляется Крио, вторым щитом у нас появляется Гидра и третьим Пира. Постарайтесь сделать так, чтобы когда появился последний щит, вы его быстро снесли, но при этом успели подготовиться к вашему нанесению урона, чтобы вы успели сделать всю свою прокастовку до того, как он упадет. Лично у меня самые большие сложности возникали, когда у него был Гидра щит, потому что у меня нет Дендра персонажа, нет Крио персонажа, и все на себе тащил Казуха вместе с тычками от Пира, от Ульты Беннета. Так что в этом плане может быть сложно, учитывая, что у него очень болючая атака во время этого щита. К слову, что забавно, он сам по себе достаточно хиленький, ХП у него не так много, если я не ошибаюсь, полтора ляма. Но в целом, когда он встает, проворачиваем всю ту же комбинацию, и вам должно хватить полутора минут за глаза на самом деле. Так что давайте радоваться тому, что мы знаем, какие у него атаки, какие у него щиты, каких персонажей мы можем брать, и тому, что это не червяк. В целом, я думаю, даже можно постараться его пройти за одну фазу щитов, но у меня, по-моему, получилось такое сделать только один раз, и, к сожалению, не на запись. А так, вот, что получилось, то получилось. Ну что ж, настало время радоваться, потому что мы прошли эту бездну, это реально, ребята, если вы смогли это сделать, то я вас поздравляю, вы просто герои, ибо она реально очень сложная. Сейчас я вам покажу сборки персонажей для этой бездны, но перед этим, если вам понравилось это видео, если я вам смогла помочь, то, пожалуйста, поддержите меня комментарием, лайк и подписком, лайк и подписком, ага, в общем, вы поняли, мне будет очень приятно, а вам не сложно. Итак, сборки персонажей для этой бездны. Первая пачка. Мой чудесный Альхайтам собран весьма хорошо, но у него легендарная оружка. Кстати, я поставила все на скорости 2х, так что, если что, замедляйте в самом ютубе. Ну и, как по мне, сет снов на него лучший. Малышка Нахиды собрана у меня максимально в МС и с сигнатурочкой, и в сет воспоминаний леса. Все, что нужно, чтобы бафать бутончики или дендра дд. Грозная и прекрасная Райден собрана, как обычно, как она обычно используется в националке, кроме оружки, потому что я ее случайно переставила на сянку, но как бы шо-то-шо-то на самом деле. Куки здесь наше единственное спасение, но я немножко недосмотрела, и на ней стоял неправильный сет, но как бы хилила, и ладно, прошли, и хорошо. Будьте, кстати, с этим внимательны, потому что это может спасти вас от многих проблем. Ну и сборка второй пачки. Сейчас я показываю ту сборку, с которой я проходила бездну, и дальше покажу сборку, с которой я проходила уже обычно. По сути, они примерно одинаковые, просто ружки разные, и часы я поменяла, и все. Все остальное точно такое же, абсолютно. Казуха собран вполне себе стандартно, ничего необычного, ни критов, нифига, так что вполне себе обычная сборка. Итак, Бенни, персонаж, который делает все в этой жизни. Сборка стандартная, легенькая, ничего такого. А вот и маленькая негодница, которая стырила оружку у Райден. Ну и тоже фуллсет эмблема, ничего такого. Ну что, лисята, я надеюсь, что смогла вам помочь, что вы все поняли, что у вас получилось пройти. Пишите о своих успехах, о своих негодованиях, вообще о всем, чем угодно в комментариях, или у меня там в телеге, о которой я говорила. Короче, хочу обратную связь от вас услышать, как ваши успехи. Спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем видосе. Пока-пока!